ВСЕХ СНЕСЁМ И ПАЦАНА СПАСЁМ ТРЮКИ ДЛЯ ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ И МСТИТЕЛИ ФИНАЛ ЕЩЁ И ДУБЛИРОВАЛ КРИСА ЭВАНСА НА РОЛИ КАПИТАНА АМЕРИКИ Мужик реально крутой Для Сэма это первый полнометражный фильм И надо сказать, он удался По динамике и экшену ничем не уступает всё тому же Джону Вику Да ладно Плюс нет идиотей, что в мире каждый второй киллер И жаждет смерти главному герою Но что ещё охрененно приятно удивило Двенадцатиминутная экшен-сцена без монтажных склеек Где главные герои не просто сваливают на тачке аж несколько раз Так ещё и Хемстворд неоднократно вступает в перестрелки и драки Но конечно всё это с сюжетными допущениями Вот их сейчас и разберём А пока спонсор сегодняшнего ролика Удиви Игра Викинги Ведь сейчас самое время, пока закрыты парикмахерские Отпустить бороду до пупа Заточить топор и погрузиться в мобильную многопользовательскую стратегию в реальном времени Где уже сражается более 20 миллионов игроков Покоряй север как в одиночку так и с друзьями Топи, жги, руби, штурмуй Устал от крови, войны и набегов Засядь в своём замке и развивай экономику Выращивай хлебушек да добывай камни Лично мне нравится создавать оружие и экипировку для своего героя Ведь это залог победы в битве Играй согласно своему темпераменту и желаниям Нелинейность игры это круто Некогда будет скучать Постоянные обновления Широкий выбор воинов Создание оружия и снаряжения для своей армии Прокачка своего героя и поиск артефактов И куча других прелестей в одной игре Так что качай викингов именно по моим ссылкам в описании к видео И ты получишь 200 голды и бесплатный щит А также можешь меня найти под ником Кинокос И отдать мне своё золото У одного из крупнейших наркобаронов западного побережья Индии Конкурент похищает единственного сына Прямо из клуба где тот зависал с друзьями Сам же отец пацана коротает дни в местах не столь отдалённых Где и узнаёт печальную новость от своего управляющего Саджу Который собственно и не уберёг сынишку Так как приставить круглосуточную охрану к юноше как-то не додумался Ещё и видимо особняк как проходной двор Раз парнишка свободно свалил на тусу Даже трудно представить как можно проявлять такую халатность сыном человека В руках которого как твоя жизнь так и жизнь твоей семьи Если я не верну его сына он убьёт мою семью В общем косяк за похищение сына барон вешает на управляющего И приказывает любой ценой вернуть сына Да нанять армию не проблема но платить ей нечем Так как счета барона арестованы Поэтому Саджу решает нанять группу супернаёмников Чтобы они выкрали парня А потом просто кинуть наёмников не заплатив им Это нормальный план И пока бывший военный Саджу готовит план кидалова Где-то на просторах Австралии с кентами отдыхает Тайлер Рейк Наемник с целым багажом знаний на тему Как не словить пулю и перекосить каждого встречного на своём пути Прямо с порога показывает кто здесь самый крутой И не глядя сигает с огромного утёса Ну а дома Тайлера уже поджидает коллега Ника С предложением малость повоевать в Азии Тема серьёзная Пацан из Индии Сын наркодельца У тебя 16 часов Времени в обрез Поэтому Тайлер сразу же накидывает в себя бухлишко Ведь это как ничто способствует улучшению реакции и координации Видимо придерживается русского правила Если бухой, то выжить шанс выше А если русские говорят, то к их словам стоит прислушаться И раз у Тайлера всего 16 часов А день сейчас только в разгаре Как так, что Ника предлагает Тайлеру Только завтра утром явиться на аэродром Завтра утром Место встречи Фитц Ройкроссинг Пускай сейчас 5 часов вечера В 5 утра он вылетает Пройдёт 12 часов От Фитц Ройкроссинг до столицы Бангладеша 6000 километров Это 7 часов лёту Пройдёт 19 часов Плюс не учтено время на инструктаж и подготовку Тайлера Но самое главное Раз дело такое серьёзное Как такая контора наёмников работает без предоплаты Хороший вопрос У Саджу денег нет Значит он их нанял под честное слово Представителю наркобарона поверили на слово И это когда его босс сидит в тюрьме И все его счета арестованы Такие чудеса Хуяк монтаж и Тайлер уже в Южной Азии Узнаёт какому количеству людей сегодня понадобятся гробы Сколько человек его охраняет? Около 20 Нихрена себе Я на такое не подписывался Да херня разберёшься Молот не забудь А дальше проще простого Тайлер договаривается о выкупе с похитителями Те отвозят его на хату где держат пацана Чтобы перед якобы передачей денег убедиться что пацан жив И пошла основная часть операции Все согласно плану А вот если бы Тайлеру сковали руки за спиной Может быть все пошло не так гладко Хотя если бы он даже бабушка Коннор Со связанными за спиной руками Уделала двух мужиков Думаю и у Тайлера с этим бы проблем не возникло Тайлер возвращается к бандосам Стучит в дверь Валит прораба И сходу влетает в помещение Будто у него рентгеновское зрение Уже заранее знает кто где находится Да и схема победы героя стандартная Все без исключения подходят вплотную Хоть с мачете Хоть с огнестрелом А вот когда бандосы входят в дверь как себе домой Им конечно же не везет как Тайлеру И чтобы Тайлеру выпал шанс показать свой уровень рукопашки На всех похитителей не хватило калашей Кстати устроил похищение пацана Самый влиятельный и опасный наркобарон в Бангладеше Такой местный Пабло Эскобар Серьезный парень Но! Внимание! Есть одно но! Он тупой ублюдок Доверил вести переговоры о выкупе Группе каких-то бомжей Самолично ни черта не проверив Кто знает вдруг там слабаки, новички Наркоши Так и вышло Вон у них даже пацан в команде есть С древней винтовкой Ли Энфилд Разработанной аж в 1896 году А Барон настолько влиятельный и крутой Что лично ходит по крышам И стращает уличную шпану за проступки Да, это куда важнее Чем самому курировать операцию Продажи сына своего главного конкурента Тайлер с пацаном готовятся к марш-броску И броники это хорошо А вот в башку, как это бывает Пуля лететь не будет Так что каска для ценного заложника И нафиг не упала И пока Тайлер ведет обе к реке Где их поджидает дружественный баркасик Рейк с парнем в 5 минутах от катера Ники ждет от Суджу перевода денег За спасение парня А что там с деньгами? Пусто Это короче какое-то кидалово А прямо сейчас Суджу непонятным хреном Узнав место расположения баркаса Кончает экипаж Следом при помощи заметок сценариста Еще и вычисляет позицию снайпера Кстати, это и есть режиссер фильма Сэм Хартгрейв Какой-то чересчур скромный паренек Появился в фильме на 2 минуты и умер Нет бы там царя сыграть Или вообще главную роль под себя забрать Вот так вот В лесу есть кто-то еще Он приближается к вам Осталось 100 метров Нифиговые у них технологии Ладно своих еще видеть по маячкам Но совершенно левого типа отслеживать Ну хорошо, а если они все же видят неприятеля Тогда как могли проморгать его проникновение на корабль? Боже, правый Я был там и до сих пор в шоке Перед боем Ты можешь почувствовать легкое жжение Это тебя будет ебать твоя гордость Побежали И какого хрена Саджу стреляет? Забыл, что пацан нужен живым? Тайлер возвращаются к машине Откуда и стартует 12-минутная сцена без клеек Правда, если в 1917-м Сложнее было найти склейки То тут они на каждом шагу Маскируются при резком развороте камеры Когда все изображение размывается И можно легко склеить два дубля Обман Продажная полиция только тычет пистолетиками Хотя застрелить Тайлера им ничего не мешает На Саджу так и вовсе не обращают внимания Тот свободно расстреливает копов Бросился на их машине в погоню Остальным ментам совершенно плевать Хотя, чего с них взять? Если Саджу за 15 секунд уделывает три машины Но копам все-таки удается перекрыть дорогу Тайлер скрываются в ближайшем доме А прибывший спецназ показывает Что на учениях их учат только подыхать И пока Тайлер сокращает состав силовиков Бангладеша Ови сваливает Но крутой и все знающий Тайлер Находит его в совершенно незнакомом доме А спецназ летят на Тайлера Как комары на свет Даже не думая работать из укрытия Еще и шастают исключительно по два человека Чтобы австралийцу было комфортнее их выпиливать Ну а дальше Тайлер проходят через хрен знает сколько квартир Перебираются с пацаном на другое здание А тут их уже поджидает Саджу Вот кто бы объяснил, как он их выследил Если весь район забит спецназом Ну и когда двум альфа-самцам требуется разобраться Кто из них пиздатей Спецназ тут же уходит наперекур и не вмешивается Но так как уровень прокачки обоих персонажей максимальный Герои тупо жгут калории без какого-либо результата Правда Саджу везет больше Тайлер разбивает машина И у того есть все шансы спокойно заваншотить противника Но тут Тайлеру подмигнула удача Саджу отвлекает голос Ови Пойманного спецназовцами А точнее имбецилами На них вооруженный чел прет Они еблом щелкают А следом теряет бдительность уже сам Саджу И это что получается Полуживой Тайлер нашел грузовик Разогнался и точно подгадал Что на дорогу выйдет только Саджу А если бы он перед собой Ови вел Но самое что здесь прикольное Из-за того что режиссер увлекся непрерывной сценой Допущена серьезная ошибка Вот Тайлер сбивает Саджу Саджу остается лежать на дороге Которую еще и заблокировал Тук-Тук Ови садится к Тайлеру И они едут прямо А дорога уже свободна И нет Саджу на пути Которого Тайлер должен был переехать Вот он жив и здоров И пока Ови садился в машину Вот здесь на двери грузовика Произошла склейка кадров И грузовик Тайлера оказался совсем в другом месте Когда Ови садится в машину По правой стороне от Тайлера Дом с закрытым гаражом После того как Ови сел в грузовик Справа появилась торговая лавка Добро пожаловать в мир кино Ну а когда все преследователи Удачно отсечены автобусом От единственного вертолета Помогает избавиться Так вовремя образовавшийся на пути мост А школьник легко уносит на себе 100 килограммового раненого мужика Босс всея Бангладеша Недоволен Что официальные силовые структуры страны Ложанулись по полной Поэтому подключает к поискам Ови Более квалифицированный Уличный персонал Который мигом находит беглецов И так же поливают В ценного пацана С автоматического оружия Не боясь зацепить Тайлер видя Что перед ним малолетки Как и положено положительному герою Навешивает им только легких оплеух Хотя эти анусы На него с калашами поперли Показав детворе Кто тут папа на районе Тайлер напоследок Отделывает главаря подростков И главарь воспринимает это Как личное оскорбление И сразу же бежит к наркобарону И естественно получает аудиенцию И так как из города не выбраться Избитый и уставший Тайлер Вызванивает дружбана Который любезно согласился Укрыть двух самых разыскиваемых людей в городе А Тайлер Который 16 часов на ногах Которого стреляли Били Сбивали машиной После мытья как новенький После душа получше А стаканчик другой вискаря Так и вовсе залечивает все раны И обнуляет усталость Плюс прилив сил Обеспечивает продажный дружок За пацана дают 10 лямов Через пару часов Ты будешь на границе С мешком налички А я возьму на себя парня Пуля во сне Это лучшее На что он может рассчитывать Что-то непонятно Пацана похитили Затем пытались продать Тайлеру Тайлер его выкрал А теперь похитители Готовы заплатить 10 лямов За мертвого пацана Тогда зачем изначально продавали его Если хотели просто убить Что за бессмыслица Так здесь все бессмыслица И только наметилась победа Злой стороны Как ее прервает Вовремя объявившийся пацан со стволом А со стороны Харбора Было слишком самоуверенно Сходу бросаться на вооруженного подростка Он мудила Тайлер окончательно проникается К парню И решает вернуть его домой Идет на перемирие с Аджу Как-то совсем позабыв Что этот мужик Мало того, что кинул их Так еще и поубивал часть его команды Ладно Прощаю Задача переправить Ови через мост Где владычество наркобарона заканчивается По дороге туда две заставы Я попробую оттянуть весь огонь на себя И как ты планируешь это сделать? Магии И полным отсутствием мозга у спецназа Ведь даже в компьютерных играх боты умнее Здесь Тайлер просто расстреливает их с 79-го гранатомета Прямо в толпу, где полно гражданских Да, спасение одного мальчика стоит жизни десяткам полицейских И даже не десяткам, а почти двум сотням Сам Нетфлик заявил, что герой Криса Хэмствора завалил 183 человека Много Да, и цифры Нетфликса Пиздеж В конце узнаете Ну а Тайлер, как и любой герой Легко засекает, когда в него целятся с гранатомета Успевает среагировать и укрыться Штурм идет исключительно с одного входа По два человека И только герой умеет кидать гранаты И непонятно, на что рассчитывали герои Если на КПП имеется фото пацана И проверяют всех подряд Смысл было Тайлеру поднимать шумиху Если на КПП контроль не ослаб И Саджу все равно обнаруживают Но так как Саджу одного поля ягоды с Тайлером У отряда солдат нет ни шанса Снайпер на вышке даже с места не сдвинулся Хотя его коллег уже как пару минут на тот свет пачками отправляют Тупые мерзавцы А Тайлер уже вышел из дома И в одно рыло пошел в наступление Расстреливая бойцов как манекенов Даже отряд с вертолета Простреливающий каждый сантиметр моста Не могут подстрелить Саджу И только когда его все-таки зажимают На помощь поспевает группа Тайлера Но нескончаемый поток вражин Тупо давят мясом Что дает свои плоды И не знаю куда там получил ранение Саджу Но следом как ни в чем не бывало Уже орудует ножом И только сучий выстрел снайпера Добивает неубиваемого индуса Печалька Сам же Тайлер без проблем добирается до моста Добивая тех кого не добил Саджу И также ловит пулю от снайпера Которого в следующую минуту Уже спокойно вычисляет Никки Ведь деду не в домек сменить позицию Особенно когда он воюет против профессионалов Тайлер разумеется был ранен в плечо Поэтому еще вполне боеспособен Остается прикрывать отход Ови И даже сейчас солдаты не в состоянии подстрелить Совершенно незащищенного наемника Который еле держится на ногах Продолжая отнести в семьи полицейских горечь утраты Последний коп уничтожен И только у Никки проскочила мысль О дальнейших планах на Тайлера Как из пизды на лыжах вылетает уличный главарь Со своей виндеттой к Тайлеру Козел мелкий Тайлер падает в реку А как известно падение героя в воду Автоматом вылечивает от всех ран И дарует второй шанс И вот он уже позади Ови намекает на сиквел А может даже на кроссовер с Джоном Виком О чем уже шутят сами братья Руссо А мне интересно Как получив одну пулю в плечо Вторую в шею Совершенно измотанный Тайлер добрался до берега Еще и нашел больницу до того Как потерял сознание от потери крови Больницу где странным образом Его сразу же не сдали наркобарону за большие бабки Как ты вообще жив? Долго рассказывать После того как фильм вышел на Нетфликсе И его посмотрело более 90 миллионов пользователей Нетфликс в своем твиттере Хорошо так припиздел количество убийств Совершенных Тайлером И некоторые ресурсы Поверив им на слово Стали форсить новость Что Тайлер Рейк круче Джона Уика Давайте посчитаем Что Тайлер Рейк круче Джона Уика Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok